Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня поговорим о запрете Трампом, ТикТока и Вичата, продолжении роста индекса Dow Jones, ну и то, что S&P 500 подбирается уже к локальным максимумам. Будем смотреть, что будет происходить дальше. Ну а перед началом выпуска напомню, что если вам нравится данный формат, данное видео, не забывайте ставить лайк и ваши вопросы оставляйте в комментариях. Ну а начнем мы с объявления, которое было сделано вчера Думаном Трампом, который дал 45 дней на то, чтобы заблокировать ТикТок и Вичат на территории США. ТикТок в этом отношении является более популярным, достаточно большое количество людей в США им пользуются. Здесь по сообщениям Трампа, как по отношению и Вичата и ТикТока, есть определенные опасения по хранению личных данных, ну и в первую очередь граждан США. Поэтому, конечно, все отталкивается от этого. Ну, на самом деле, дело стоит за этим, мы не знаем. Но, по крайней мере, в его пресс-конференции основным акцентом было именно хранение персональных данных. В этом случае уже, если говорить о Вичате, то существует большое количество людей, которые приехали в США, которые общаются со своими родственниками из Китая. И, безусловно, также большое количество людей им продолжает пользоваться. Но с точки зрения ТикТока уже, как мы с вами обсуждали именно в понедельник, есть президент на покупку. Это Майкрософт. Если смогут договориться, то технологичный гигант может получить для себя еще один рынок, еще один способ монетизации, что может также увеличить и доходность компании. Также второй момент. Рынки продолжают расти, индекс Dow Jones продолжает штурмовать локальный максимум, пока отстает от тех, от и NASDAQ высокотехнологичного, потому что в Dow Jones не так много технологичных компаний, которые двигают этот рынок. А мы с вами знаем, что S&P 500 состоит на 20% из пяти крупнейших технологичных компаний, да, Apple, Microsoft, Google, ну, а NASDAQ и вовсе на порядка 45-50%. Поэтому Dow Jones несколько отстает, потому что в него входят, конечно, компании из старых экономик, которые не так хорошо выиграли от коронавируса, да, и общего закрытия, так как их бизнес завязан все-таки на производстве и на то, чтобы люди ходили, что называется, на работу и в офис. Также для, сейчас я уже об этом я говорил, да, также я формирую свой портфель из акций и вчера также было добавлено новое видео на канал ProfitFactor по покупке акций Intel. Кстати, вчера и дивиденды тоже пришли, поэтому ссылочку на данный канал оставлю также в описании, сможете перейти, посмотреть. В принципе, многие компании сейчас также остаются, в принципе, довольно-таки недооцененными и довольно-таки интересными с точки зрения покупок. Это Caterpillar и Walgreens Boots Alliance, например. Сейчас эти рынки продолжают также восстанавливаться. Ну, теперь давайте посмотрим общую картину, ну и, в принципе, резюмируем, чем мы подходим к пятнице. Если мы говорим о евро-долларе, новый локальный максимум, вчера мы доходили до отметки чуть ниже, чем 1,1920. Общая тенденция здесь сохраняется восходящая, поэтому пока на фоне снижения американского доллара, низких процентных ставок, роста золота, мы с вами видим и снижение американского доллара. В принципе, идея остается прежней, покупать на коррекциях. Вот какая-то небольшая коррекция началась сегодня, уже евро пытается торговаться вблизи минимальной значения вчерашней торговой сессии, но пока полноценного подтверждения начала данной коррекции нет. Соответственно, я для себя буду ждать начала коррекции, ну а по завершению буду входить уже в евро. Соответственно, цели, которые здесь были бы интересны, то есть это область 1,17, 1,1680, вот оттуда как раз если мы увидим коррекцию в эту область, то было бы интересно туда войти. Но пока рынки штурмуют локальный максимум, конечно, вероятность того, что это произойдет, она крайне небольшая, потому что, скорее всего, увидим перехай по S&P 500, затем, может быть, и Dow Jones подтянется, а потом, может быть, будет и как раз вторая волна коррекции, которая не факт, что будет точно такой же большой, как и в марте, но вполне вероятно, что 15-20-25% коррекцию мы сможем увидеть. Ну и, собственно, будем реализовать эту возможность. По британской валюте также мы находимся на локальных максимумах, тренд восходящий, поэтому здесь покупки в приоритете, поэтому здесь буду также для себя ждать коррекцию, заходить уже по ее завершению. То есть контртрендово, как я уже говорил ранее, пока сделок открывать я не буду. Соответственно, сейчас уже есть попытки начала коррекционного движения, уже торгуемся вблизи минимальной значения вчерашней торговой сессии, но закрепимся ли мы ниже этого уровня или нет, будем смотреть дальше. Если закрепимся, будем ждать завершения этой коррекции и заходить в рост. По паре американский доллар, канадский доллар, вот здесь как раз коррекция началась, то есть, опять же, здесь тенденция общая нисходящая, поэтому здесь я для себя буду искать продажи с вероятными целями движения на 1.31 или даже на 1.30, кто знает. Поэтому с точки зрения часового таймфрейма коррекция восходящая у нас началась. Первую, к сожалению, я пропустил, то есть, как раз вот здесь были довольно-таки интересные точки для входа. Ну, будем надеяться, что рынок даст войти также неплохо. Поэтому здесь коррекция в область максимальные значения, которые были в этом месяце, то есть, примерно 1.3426 или 1.3440, как раз даст интересные точки для входа по тренду в момент завершения данной коррекции. Поэтому следим за канадцем и присоединяемся по тренду. По паре американский доллар и японская иена. Здесь тенденция нисходящая началась, в принципе, мы перевернулись, но по моему отложенному ордеру меня в рынок не взяли, поэтому сейчас уже ситуация несколько поменялась. Здесь мы можем увидеть еще одно восходящее движение, поэтому отложенный ордер здесь я тоже удалил и дальше уже буду наблюдать. Потому что сейчас, если мы закрепимся выше локальных максимум, то есть максимум, который был сформирован вчера, то еще одна волна коррекции здесь может произойти. А в этом случае и максимум, который был в начале августа, можно переписать. То есть остановиться где-то в области 107 и оттуда уже вновь идти по нисходящей, если, опять же, фондовые рынки это поддержат. Австралиец штурмует локальный максимум, также находится на максимальных значениях за последние пару лет. И, собственно, опять же, покупать, покупать на коррекциях. Поэтому пока здесь ничего не предвещает беды, поэтому пока S&P растет, но, собственно, сейчас является основным индикатором, основным поводырем. Если там наметится коррекция, то, скорее всего, и коррекция будет также и по, соответственно, всем другим инструментам, но мы увидим рост доллара. Пока этого не происходит, ищем возможность купить по тренду. Сейчас общее движение здесь сохраняется восходящее. То есть не заходил я здесь на продажу, так как у нас, собственно, 5-го числа началось новое восходящее движение. Тут мы увидели и перехай. Соответственно, нужно ждать новую формацию, новый паттерн, как раз когда уже продавцы здесь перехватят инициативу и завершение данной коррекции, как раз заходить уже непосредственно в рост. По новозеландцу тоже картинка похожа. Здесь у меня был отложенный ордер, но уже я его удалил, так как мы не опустились в зону моих покупок. То есть это 0,660 был уровень. Ну, здесь идем без меня. Буду смотреть следующую ситуацию, как раз коррекция. В завершение этой коррекции будут заходить. То есть в принципе стратегия, она по всем инструментам довольно-таки похожа. А золото у нас вновь обновляет локальный максимум. То есть уже подбираемся к отметке 2100, да, очень близко. И по заявлениям у ряда аналитиков можем увидеть и 3000, и 4000 в ближайшее время. Ну, не в ближайшее время, то есть понятно, что это не вопрос пары месяцев. Скорее всего вопрос пары лет. Но, тем не менее, такие прогнозы тоже появляются. Поэтому сейчас, да, общее движение здесь сохранится восходящее. Практически без коррекции мы растем, начиная с 17 июля. Здесь также пока общая динамика сохранится восходящая, коррекции и завершение коррекции тоже будем рассматривать для возможности входа в рост. По индексам DAX не так хорошо себя ведет, как европейские индексы. Оно и понятно, тоже спад экономики ВВП не так сильно накачивает деньгами, как в США. Ну и компании не отчитываются не так позитивно, как хотелось бы. Поэтому здесь продолжу искать для себя возможности для покупок, потому что все равно на фоне роста S&P 500 DAX к этому тоже подтягивается. Картина и поведение движения здесь абсолютно одинаковое. Поэтому сейчас я для себя здесь ожидаю, ну, чтобы купить, да, это еще одну коррекцию. Если коррекция будет в область 12148-2050, то вот оттуда по завершению как раз данной коррекции я и буду заходить. Сейчас цена выглядит уже несколько высоковато. Думаю, вот ложного озера цена не дошла, поэтому ищем новые возможности для входа. А вот S&P 500 уже вновь штурмует локальный максимум. Если мы с вами посмотрим, то фактически цена, которая была сегодня утром на премаркете, всего лишь на полтора процента ниже, ну, даже чуть меньше от локальных максимум, которые мы были в январе. Конечно, рынку немного может быть страшновато переписывать данное значение, ну, даже больше не рынку, а участнику. То есть, как себя будет цена вести дальше. Но вполне вероятно, что вблизи этого уровня мы сможем увидеть коррекцию. А вот как раз на этой коррекции будем закупаться уже по продолжению роста. Сейчас общая динамика здесь сохранится восходящей. То есть, ничего пока не меняется. Но посмотрим, как цена себя будет вести сегодня на закрытие. И, соответственно, сможет ли обновить сегодня локальный максимум. Нефть марки Brent тоже на снижение запасов подрастает на этой неделе. То есть, мы перешли вновь фазу роста. Но, опять же, рост здесь не сильный. Все-таки темпы возобновления использования топлива, они не так сильно восстанавливаются. Не так сильно восстанавливается производство. Но, тем не менее, запасы уже начали снижаться. То есть, это, безусловно, позитив для роста нефти. Ну, вот таким образом у нас заканчивается текущая неделя. Довольно-таки интересно. И с точки зрения фондового рынка, и с точки зрения валютного рынка. Поэтому продолжим следить. Увидимся с вами в понедельник. И посмотрим, как закрылась пятница. И что нас будет ожидать на неделе предстоящей. Ну, а если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подписаться на мой канал. Нажать на колокольчик. Ну, и также добавиться в Telegram канал. Ссылочку тоже я оставлю в описании. Туда мы выкладываем все видео. Поэтому там вы тоже будете получать быстрые уведомления о новых видео. О записях вебинаров. Ну, и, в принципе, о полезных вещах, которые мы публикуем в Admiral Markets. Всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. И увидимся на следующей неделе.